полеты во сне и наяву снармин дорогие слушатели добрый вечер сегодня в программе полеты во сне и наяву снармин на радио 1 у нас в гостях гость который я надеюсь определит вообще настроение программы я рада что мы вот начинаем в новом году именно с этой встречи директор большого московского цирка народный артист россии эдгард запашный добрый вечер здравствуйте спасибо что позвали я очень счастлива я не скрываю что и говорю про это буду говорить что для меня цирк не просто отдельная история большая любовь всей моей жизни и у меня даже есть аргументы во всех видах искусства есть но какие-то люфты когда что-то может там пойти не так цирк но пожалуй может быть еще вот балет частично а предполагает абсолютный профессионализм там не может ничего когда там должно быть все идеально и при этом какую-то невероятную внутреннюю это не просто дар мне кажется вот бог разрешает вот есть люди которым вот как вам вашей династии этим заниматься конечно это волшебство это некая средневековая магия не зря она передается и ваша великая семья тому пример и вот я счастлива что мы будем говорить часа цирки начнем с самого свежего завершился только что спектакль новогодняя такая компания спектакля ангел и эта традиция вы работаете в новогодние дни на сцене малой спортивной арены лужников а до этого были камелоты куклы уже москвичи привыкли аншлаги невероятные я свидетельствую что просто до слез вот как бы уровень этого шоу как вот с какого момента начинается работа у вас есть огромный объем спектаклей в основном на основной площадке и когда вот какая отправная точка вы начинаете готовить уже вот это особое блюдо я разговаривал со своим братом аскольдом который является главным режиссером автором сценария всех наших шоу о котором уже 11 лет показывают ложниках я ему задал примерно точно также вопрос как вы меня только что спросили на что я получил очень неожиданный для меня ответ он грит эдгард у меня на пять лет вперед спектакли в моей голове я говорю у тебя пять разных спектаклей он горит да если бы мне дали сегодня возможность делать бы на пяти площадках я бы сделал пять совершенно непохожих друг на друга спектакли потому что то что вы перечислили до этого кукла камелот ангел и это действительно разные истории разные по своей энергетике разные свои по художественному оформлению по художественной подаче по энергетике по всему всему и это большая заслуга моего брата то есть пять лет назад он уже придумал вот этот спектакль ангел и который просто вынашивал вынашивал и ждал когда наступит его его черед потому что до этого были другие спектакли там система система 2 вот и там более конкретно если отвечать на вопрос то закончив один спектакль мы уже приступаем к строительству другого потому что год остается до ровно до премьеры следующего спектакля это немного для такого глобального шоу потому что есть ряд серьезных сложностей это написание музыки это подбор актеров которые будут работать заключение с ними контрактов это постройка дорогостоящего оборудования там тот же трамвай который у нас ездил который должен развернуться на небольшом пятачке который должен подняться в конце концов на эту сцену и ряд других технических вот таких вот решений которые ну мы начинаем уже за год решать активная фаза начинается где-то за полгода когда брат уже начинает ездить на различные площадки давать задания непосредственно артистам своим помощником которые начинают контролировать и триковой репертуар и смотрят с кем мы продолжим работу а кого надо уже убрать из этого проекта кто не оправдывает наши надежды ну вот как то так а артисты это все-таки есть же большой штат нашего большого московского цирка и плюс есть приглашенные и у вас есть как бы картина вот мне кажется да вот расклад на наверное по всей стране вот обоймы лучших звезд настоящих цирка ну конечно мы с братом в информации и здесь большей степени занимаюсь отслеживанием я ну на 98 процентов я наверное знаю все что происходит в нашей стране в сфере циркового искусства от того кто в какой форме находится до того кто в какую форму может прийти в ближайшее будущее кто нарабатывает материал а кто наоборот деградирует вот и и появляются конечно новички и это может быть очень неожиданного сейчас я вдруг в инстаграме нашел что парень новый какой-то дрессировщик молодой в тюмени в шапито работает там в каких-то таких на небольших площадках но уже начинает вроде как быстро быстро прогрессировать я с ним уже связался уже хочу посмотреть в какой форме он сейчас сравнить чтобы через полгода и может быть дальнейшем мы с ними и начнем сотрудничать и цирк это живое искусство и слава богу что появляются какие-то свои самородки к нам очень активно в страну стали проситься иностранцы большое количество иностранных династий уже заехала сюда и там и немецкие дрессировщики слонов гарднеры и там и итальянские семьи французские семьи уже уже рвутся в россию в россии стало работать престижно россия становится благодарным благодарным рынком и дальше нам надо только выбирать и все а вот эта история с ветвями но мы сейчас тогда слушатели просто пунктиром да о том что вот что такое великий русский цирк это замечательные потрясающие артисты во всех плюс всегда дрессура и есть противоположность ну условно назовем дюссалей ну как бы такая европейская где главную то есть вы не да без животных без животных да и вот то о чем вы говорите то есть европе тоже есть разные направления потому что у людей иногда бывает простая ассоциация что все что европейское это дюссалей а вот вы говорите немецкий это из-за отсутствия это из-за отсутствия информации и давайте будем с вами честны ну кроме братьев запашных мало кого еще можно назвать в нашей стране потому что цирк но не обладает к сожалению большим количеством звезд и это проблема целой индустрии что действительно мы с вами сходу назовем сейчас 40 имен из театральной балетной и эстрадной деятельности и три-четыре фамилии в сфере цирка это это правда поэтому здесь у людей и в мир и это мировая проблема это не российская проблема и действительно у людей на слуху там цирк дюссалей и больше ничего ну или классические там гудини благодаря голливуду это как бы история да это вы это уже персонале назовем это так но никто не назовет там цирка там немецкий ранкали или цирк крона или но видите это вы знаете потому что вы любите цирк часто ходите туда интересуетесь а я имею ввиду для обыкновенного обывателя который питается информацией так сказать телевизионной радийной и вот те имена которые мы сейчас с вами назвали они не являются публичными но они существуют и в узком кругу их достаточно часто знают поэтому здесь конечно канадцы проделали большой путь сделали общемировой бренд и активно им пользуются это прекрасно точно так же как макдональдс или или кфс но это не значит что нету других ресторанов да и что это качественно да и тут остается теперь до задумываться что из этого более качественно что из этого просто хорошо раскрученный бренд что касается ну назовем это так противостояние цирк животными или без животными мне кажется очень многие вещи на поверхности только люди которые активно ведут борьбу с цирком с животными и вообще с существованием животных в наших с вами семьях они не хотят ну замечать или просто констатировать факт ну смотрите все реже и реже стал дюссалей приезжать в страну да и это все-таки говорит о том что популярность их падает что тот зритель который сходил но не весь стал поклонником дюссалея который распознал что да наверное это качественно это хорошо но наши не хуже раз что есть действительно узконаправленность узкожанровость то есть воздушные гимнасты акробаты клоуны и все и из шоу в шоу это очень сильно похоже друг друг на друга что это коммерчески очень дорогой проект что сходить цирк дюссалея это действительно бьет бьет тебе по карману а опустить цены они и не собираются и наверное физически не могут потому что это очень дорогой в принципе технологий проект да поэтому здесь очевидно что в классическом или в русском в русском цирке плюсы есть и гораздо больше дальше мы же с братом сейчас провели назовем так это новогодний эксперимент братья запашны пользуются популярностью мы активно узнаваемые в нашей стране поэтому мы предоставили два шоу которые шли на двух площадках лужниках первое это ангел и про которые вы сегодня говорили эта история и непосредственно с нашим с братом участием и с большим количеством животных там были собаки волки морские морские львы а львы да значит лошади хищники тигры со львами и на второй площадке лужников в гцкз работала шоу без животных цирк у фон цирк с другой планеты где тоже мы с братом интегрировались и были артистами в этом шоу конечно посещаемость обоих этих шоу несравнима то есть если мы изначально в лужниках дали пятьдесят одно шоу и нас посетило почти 300 тысяч зрителей то на второй площадке в цирк без животных у фон и отработали 21 спектакль и нас там посетило ну порядка не знаю не больше ста тысяч зритель не больше ста то есть разница в три а то и в четыре в четыре раза и это пожалуйста это был выбор у людей сходить туда туда или туда и или на оба шоу и вот она математика касса зритель голосует ногами на она очевидно поэтому вот то движение про которое сейчас часто люди вспоминают там за цирк без животных мне кажется оно больше двигается ну неразумными людьми неразумно и спекулятивно и спекулятивно потому что ну нарушение мы с вами можем найти где угодно и в медицинской сфере и в сфере там охраны государства полиция там или еще что-то в сфере охраны памятников сколько непорядочные люди есть в каждой сфере но это не значит что надо тем медицину русскую запрещать или там полицию всю дискредитировать или еще что-то поэтому здесь тоже несправедливо найдя один или два негативных примеров форуме дрессуры говорит о том что весь цирк весь цирк занимается тем же самым это просто неправильно но многие люди в отсутствии информации начинают ну начинают идти на их стороне поэтому мы с братом активно и открыто ведем политику нашего цирка большого московского цирка устраиваем онлайн-трансляции с нашего сайта о подготовке репетиции показываем условия содержания пресса на к нам активно заходит во все уголки нашего цирка дабы показать прозрачности пять лет вы возглавляете цирка с аскольдом это мне кажется потрясающий творческий альянс конечно же и даже если вот какие то вот мы там говорим какие-то были не гать ну там какие-то негативные всплески но мне кажется просто сложно пережить потому что в творческих таких институциях очень редко бывает как мне кажется полной гармонии вот в большом театре не всегда бывает полная гармония в большом московском цирке она есть и вот за эти пять лет вы же пришли ну с огромнейшим опытом переданным вам отцом потом вы я даже не не представляю мне кажется лет с десяти выступаете да уже вот как но при этом на вас упал груз администрирование и главное принятие решение вот это же самое сложное когда достаточно молодом возрасте ты становишься руководителем огромнейшего такого концерна вот сейчас пять лет если оглянуться вот все пришло все удалось преодолеть внутри себя у меня как-то был разговор с министром культуры владимир стиславов чем такой частная беседа и он как-то мне так сказал вот если ты окажешься в этом кабинете так в шутку я говорю владимир стиславович я не хочу оказаться в вашем кабинете потому что работа министр культуры это мне кажется одна из самых расстрельных должность в принципе потому что когда министр обороны увольняет 20 генералов то это проходит небольшой информационной лентой где-то внизу в новостях игра когда министр культуры имеет проблемы с одним даже не народным а заслуженным артистом то разговоров на ближайшие полгода гарантированно с криками с адвокатами с обвинениями и все это будет очень громко шумно поэтому в культуре очень часто очень часто вот даже самые маленькие проблемы вдруг становятся так широко раздуваемые и это очень тяжело и здесь слава богу наше цирковое сообщество но более порядочно наверное чем некоторые другие сферы культуры может быть это связано с некой закрытостью цирка все-таки мы считаемся такой своей семьей и пытаемся и пытаемся решать проблемы только внутри семьи не выносить ссор из избы а второе наверное что многие даже времени не хватает на разборки потому что цирк требует ежедневной отдачи себя трудолюбия риск взаимодействия с партнером доверия своему партнеру и наверное мы но меньше склонны к подобного рода разборка вот и все но это не значит что у нас их нету я действительно работа уже пять лет и в моем подчинении сейчас находится больше 600 человек и чего только я не видел и с какими только проблемами мы не сталкивались и конечно они очень часто расходятся с буквой закона ну почему потому что ну артист вынужден иногда проводить там подавляющую часть дня на своем рабочем месте идет подготовка спектакль и еще что-то и в это время ребенка не с кем дома оставить мама тоже на работе или мама тоже артистка цирка и также работать бабушка с дедушкой находится совершенно в других других городах нет просто в других городах физически недоступно и вот они приносят маленького ребенка там трехлетку четырехлетку и говорят эдгард вальтерович вот в цирке должен быть сегодня ребенок а я понимаю что если не дай бог с этим ребенком случится что-то упадет сломает палец про сам споткнется приедет скорая помощь вызовут милицию и милиция задать вопрос на каком основании ребенок находится на да на территории на территории цирка на территории предприятия подверженному риску профессия подвержена риска почему и вот его входишь в какой-то конфликт либо начинаешь как бы закрывать глаза и вот эти многие вопросы они трудно решаемы конечно артисты психуют и конечно артисты все это не воспринимают ну с пониманием потому что да и я не хочу это принимать с восприниманием да и простите да и я не хочу это воспринимать всерьез потому что сам точно так же там с трех-четырех лет заносился заносился в цирк садили меня в какую-нибудь корзину пока папа с мамой тиграми занимались я все это сидел наблюдала он одном одним глазом за тигром смотрим другим за мной чтобы я не выпал из этой корзины вот и все ну потому что вот такое такая деятельность у нас и таких примеров я могу привести конечно миллионы но с так сказать периодом это все нарабатывается но это все живой процесс это все да это все решается на местах это все выливается ну иногда в какие-то скандалы да не говорят эдгар ну что ты ты же наш цирковой а ты не идешь нам навстречу да цирковой но страна изменилась закон изменился контроль изменился и многие вещи действительно сегодня подвергаются очень жестким нападкам и на моем месте ну мечтает оказаться не один десяток людей которые ждут когда акилла промахнется вот и все поэтому здесь ну вот не всегда честно вам скажу не всегда легко приходится не всегда находишь понимание понимание у коллег а с точки зрения стиля вот спектакли все разные мне вот как мне кажется что вам удалось сделать очень как бы изящно правильно найти баланс между тем вот опять-таки нас есть оппоненты да вот мы как бы и оппоненты я правда всегда кидаюсь например таких дискуссиях защищать говорят что проблема иногда цирковь его вот ну я считаю что консерватизм хорошее слово а есть негативную негативная коннотация этого слова старомодность да не говорят ну что такое барабанная дробь и перья блестки такие да немножко как бы это самое и вот в этом вы сделали то что вроде с одной стороны осталось то за что вот как бы ну это великое искусство в любом великом искусстве есть свои каноны в симфонической музыке да и она все есть и в том числе кстати живая музыка в русском цирке но и и блестки тоже потому что например условно говоря как вот совсем вот такая стилистически другая картинка там если уж мы дюссалепи меню она не трогать но у вас и блестки какие-то другие вот они какие-то очень правильные современные и музыка и потом вот этот рок-коллектив я припомню реакцию моего сына тогда подростка который был у него как здорово как это круто вот эти искания художественные а сколько как режиссер вы на что вы опирались или интуитивно этот путь прошли знаете как то так удачно получилось что когда я пришел директором я уже твердо знал что существует вторая альтернативная назовем это так площадка цирка никулина которая очень четко и не стесняясь ведет пласть политику классического цирка которая действительно под барабанную дробь шпрех шталмейстер показывать до трюки выйдет шпрех шталмейстер поздоровается попрощается со всеми и эта тенденция не будет меняться и даже до сих пор до сих пор когда мой брат делает истории там с похищением детей или там с погружением в какую-то компьютерную игру мы иногда получаем негативные рецензии от того что а я пришла в цирк а вы мне тут показываете каких-то тут маньяков там я не знаю какие-то компьютерные вирусы в которых я не понимаю ничего я хотела а я хотела другого хотела другое иди в цирк никулина пожалуйста есть классика вот как как во франции есть мулен руш на который французы не ходят но если ты приехал первый раз в париж ты все равно пойдешь в мулен руш потому что знаешь это брендовое имя и вот эту классику женщин с голой грудью из кучи перьев которая не меняется уже лет пятьдесят все равно ты один раз в жизни но захочешь посмотреть поэтому есть цирк никулина который действительно придерживается вот этой жесткой политики классического цирка и все поклонники или ностальгирующие люди по вот такому преподаванию цирка пожалуйста идите туда аскольд буквально опять же недавно в разговоре со мной сказал говорит эдгард я могу делать спектакли на потребу публики я могу делать спектакли на сто процентов которые будут нравиться всем ну когда люди будут уходить ну да хорошо называется это так но эти спектакли говорит в душу им никогда не залезут они никогда не задумываются о том что же они увидели о чем им надо теперь под задуматься что в своей этой жизни им надо изменить поэтому в каждом спектакле да и в каждом спектакле поэтому брата проводит вот такую линию того что о чем-то надо задуматься что-то надо изменить кому-то надо позвонить перед кем-то надо извиниться или самому себя изменить и конечно такие спектакли всегда вызывают споры всегда вызывают различного рода обсуждения кто-то к нас критикует кто-то не критикует но конечно приятно отметить там девушка пишет я мне этот спектакль не понравился я хожу к вам седьмой год но приятно что она ходит и приятно отметить что да вот этот спектакль и не понравился наверное но раз она приходит 7 седьмой год значит шесть спектаклей до этого понравились и на восьмой она тоже придет потому что до этого 6 ей понравились и и это хорошо но может быть мы не попали в энергетику определенного человека вот именно конкретно ее но вы были на наших спектаклях залы полные и тенденция идет только на увеличение на увеличение публики значит ту политику которую избрал мой брат вот так вот погружение человека в спектакль и спектакля в человека да она получается у нас да и при этом еще есть впечатление что вы аскольд очень вы насмотрены я не знаю когда у вас конечно время на это есть но у меня ощущение что вот вы действительно видите все вот в тенденции вот такого высокого интертеймента и это правда это правда мы следим действительно за происходящим я хожу в буквальном смысле слова на все цирковое что есть заранее знаю что я пойду на халтуру что это очень слабый какой-то спектакль я все равно на него пойду потому что я все равно выйду оттуда более опытным человеком либо увижу кучу ошибок которые не совершили ли либо даже в кучу ошибок я все равно найду подчеркнуть что-то хорошее что им удалось все-таки сделать и запитаясь этой информации и отношение публики к нашему цирковому искусству очень часто идет в разрез нашему мнению как то что где когда был вопрос чего композитор не может пропитать прописать в собственных нотах ответ аплодисментов потому что до тех пор пока он первый раз перед кем это не сыграет он не поймет где что народу больше понравилось а что не понравилось что вызвало у него бурную реакцию кто а что наоборот заставило его замолчать на определенное количество времени и здесь все то же самое хожу смотрю учусь меняюсь опытом хожу на различного рода концерты там побывав на рамштайне я понял как это красиво пиротехника побывав на концерте майкл джексона в конце которого на сцену выехал танк я понял как это круто когда вот такая вдруг неожиданная техника появляется на твоем шоу и мы стали придумывать там двигающиеся трамваи летающие корабли там я не знаю прорывание у брата вообще есть желание чтобы подводная лодка всплыла на нашем шоу сделать такой эффект и вот это все помогает нам действительно развиваться помогает нам идти в тенденции с с временем помогает нам быть конкурентно способными потому что есть очень много и неожиданных шоу тоже тоже шоу зингаро которые вы сегодня говорили я тоже с большим для меня это было потрясением что на лошадиное шоу там месяц подряд могут собирать аншлаги приехали французы поставили свое шапито при минимуме рекламе действительно был и ажиотаж и я в два часа смотрел на лошадей которыми меня в принципе это не удивить и вы же понимаете в отличие от нас эти секунды да но народ это съел народ это правильно распознал познакомился совсем за этим влюбился в конце в конце в конце лошадей это здорово есть еще есть еще определенная амбивалентность с одной стороны вы сказали и это правда что вы пускаете прессу да есть много материалов против но с другой все равно же есть некое таинство твое мы сейчас просто презинга рой я хотела как раз там сказать о том что вот средневековая атмосфера секреты вот этой такой магии вне времени тогда это вообще свойственно и ну как бы цирку это за что в том числе мне кажется мы его любим и вы сторонник того чтобы все-таки эти вещи оставались внутри в семье да то есть не напишите к не то есть у вас есть книги и но они такие скорее да более просто вот художник вот вы были на ангелах да и видели в конце что все артисты вышли на поклон да а ангелы сами не разделись нет да я как раз обратила на это внимание вот они да вот я спросил у брата я группа дожди аскольд мы все вышли на поклон может быть литвы пускай снимут эдгард нельзя разочаровывать детей дети горит сейчас поверили в этих ангелов дети влюбились в них игры ты если мы сейчас покажем что это просто игрушка вот у них на станет наступит момент разочарование они они перестанут верить в чудо вот как перестанут верить в там в деда мороза пускай вот эти ангелы останутся в их душе пускай они останутся вот такими каких они увидели с 1 с 1 секунды это очень важно лужники малая спортивная арена мы отсекаем части и закулисная часть у нас где-то остается еще тысячи непроданных билетов ну трибуны просто остается я как-то с акробатами стоял разговаривал и они говорят эдгард а давай продавать билеты и сюда именно для того чтобы люди увидели бэксэч игры убежден что ажиотаж будет громадный что людям хочется увидеть потому что мне самому интересно что творится за кулисами большого театра как как эти балерины разминаются как они там между собой выясняют отношения как они помогают друг другу как как они настраиваются в конце концов я говорю но здесь потеряется некая магия потому что когда ты выходишь акробат красивый причёсанный весь и вдруг за кулисами ты извини меня почесал какую-то свою там пятую пятую точку плюнул на собственные руки для того чтобы размазать там мазь или пошел высморкался в конце концов и зритель все это видит он перестанет воспринимать тебя как человек как высокая культура он перестанет он увидит в тебе просто-напросто но исполнителя я это тоже нехорошо да это может быть коммерчески выгодно но потеряется вот то о чем мы сегодня много раз говорим потеряется магия ее надо сохранять и надо сохранять вот это желание у людей верить в чудеса и цирк балет они как раз и и в финале своего действа да уже шоу это финал вот показывают этот продукт вот этот магический продукт в который люди влюбляются становятся поклонниками этого продукта хотят еще видеть так вот это вот знаете был помните была тенденция рассказывать как устроены фокусы разоблачение разоблачение да ну хорошо ну вот узнали вы как фокусы делать и и чё ну вот но не интересно как когда когда тебе все показали кто и откуда вылазит и какими шнурками все это дергают и и нету фокусов и уничтожили целую индустрию назовем назовем это так поэтому я когда разговаривал с этими иллюзионистами я говорю ребят это временная популярность я говорю но вы против себя сейчас работаете нельзя нельзя рассказывать все как делается нельзя показывать все как делается я говорю люди перестают тогда в дальнейшем интересоваться этим им уже становится неинтересно да то есть книга если будет то не про секреты ну да да вот мы сейчас с этим понятно с тем что без секретов но вот вопрос сама жизнь в цирке человеческие взаимоотношения мне кажется что роскошнейший материал для большого кино и сейчас до тенденция есть время вот большой сделали про бы там можно там по-разному относиться советской кинематографе когда у нас последняя знаменитая история да это вы абсолютно правы в том что про цирк снимается очень мало и последние такие широко распространенные ленты до относятся к советскому периоду это приключение итальянцев в россии и полоса трезь но одна нет но у нас просто касаткина где у нас а еще фильм с олегом мешком глазами клоуна вот они менее узнаваемые эти картины по сравнению с двумя картинами которые искал полоса трезь и приключения итальянцев в россии они более раскручены мы предприняли попытку с ольгой погодиной реанимировать желание там руководство каналов обратить внимание на цирк и сняли на первом канале сериал про жизнь маргариты назаровой главной героини фильма полосатый рейс это было 16 серий которые прошли на первом канале прошли с прошли с большим большим успехом я сейчас но уже наверное все пороги обстучал что уверен те люди которые заинтересуются съемкой сериала про жизнь цирка про за кулисы будут иметь большой успех это может быть как драматический сериал так и комедийный на уровне например тех же интернов а да я уверен что врачи не в восторге от этого сериала из семьи врачей свидетельства не в восторге в восторге но однако любопытство это все равно проявляет негативного момента в этом тоже нету там нет не поливают врачей там не говорят что все это очень плохо это комедийный сериал и к нему так и надо относиться и чувство самоиронии еще никто не отменял да 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 поэтому здесь все то же самое мы можем предоставить тоже на выбор либо комедийный какой-то сериал потому что у телевидения все равно есть законы и если снимать все так как есть вот она станет я вот я работаю с хищниками у меня номер там длится 30 минут я как-то взял и сказал все ребята снимаем от и до я сам не до конца высидел по телеку посмотрел свой номер мне так это долго все казалось так это нудно так это не интересно то есть законы телевидения не все равно подразумевают монтаж сокращение быстрый переход от трюка от трюка к поэтому здесь нож чем-то жертвовать придется нам где-то где-то идти на поводу у законов телевидения да но мы к этому готовы но видите вы говорите вот сериал а я скорее думала про какой такой большой кино вот например вот западный вариант черный лебедь если мы говорим про балет вот такой цеховое мой папа да простите а я закончу я вот даже в эту сторону думаю мне очень понравился фильм большой он он качественно снят он интересно снят и хорошее актерское мастерство было проявлено неизвестными людьми мне еще больше понравился фильм про сборную ссср по баскетболу движение вверх это я считаю всего на сегодняшний день фильм номер один я имею по всем законам который был снят наверное со мной сейчас будут люди спорить кому-то кому-то больше там нравится сибирский цирюльник или или тот же харламов но мне кажется вот в этом фильме движение вверх получилось все просто получилось все я посмотрел и с большим удовольствием посмотрел этот фильм поэтому снять фильм про цирк мы готовы даже сейчас у меня папа написал фактически готовый сценарий книгу называется риск борьба любовь как он стал из акробата дрессировщиком где он описывает свою жизнь пять лет своей жизни которые закончились тем что на премьере его собственного шоу на него напала тигрица и нанесла ему больше ста рваных ран и это великолепная книга которая сто процентов не оставит вас равнодушным которая заставит вас плакать несколько раз она вышла небольшим небольшим тиражом но это готовый сценарий будущему фильму меня немножко не хватает оббивать пороги известных кинокомпаний но надеюсь что может сейчас кто-то кто-то нас услышит задумается и мы повстречаемся в какое-то ближайшее время да но мне кажется правительская мысль должна сработать потому что это очевидно совершенно тема цирка действительно минимизирована но как показывает нас с братом наш братом опыт мы действительно находимся на большом рейтинге по посещаемости у зрителя а это значит что то что находится в головах у многих продюсерах имеют стереотип что цирк неизвестен что цирк не интересен это всего лишь их стереотип если кто-то задумается как сегодня люди относятся к цирку то увидят такие цифры что там средняя посещаемость по стране циркового искусства это примерно 5 миллионов живых зрителей в год что только большой московский цирк посещают примерно 700 тысяч зрителей в год и это громадная цифра это 85 процентов заполняемости зала мало кто может похвастаться погоду такими цифрами а сколько по стране цирка больших у нас сейчас больше 40 стационарных зданий во всех центральных городах крупных городах миллионниках полумиллионниках везде есть цирки и это к счастью тоже это в общем такое советское наследие благо мы его не потеряли потому что да это же боремся за сохранение этого наследия потому что но действительно советский союз очень сильно подпитывал эту индустрию понимал всю важность понимал что этот язык доступный для людей что это язык международный что советский цирк спокойно можно вывозить вместе с большим театром и между с балетом и оперой на любую сцену в любую страну мира нам не требуется перевод у нас нету нас нету религиозного барьера у нас нету национального барьера что мы понятны всем и везде и советский союз активно очень активно этим пользоваться да но мне кажется сейчас нас такая неоконсервативная волна и в культуре мы к этому обязательно придем прост структуру я просто вот столько мыслей время про верни как про педагогику про воспитание образование цирковых артистов у нас есть факультет вот как вы взаимодействуете и взаимодействуете ли в детисе есть факультет режиссера цирка и мой брат закончил свое время этот факультет с красным дипломом является дипломированным режиссером циркового искусства ну и этот факультет всегда пользуются популярностью он большой и он активный его ведут сразу несколько профессоров один из них это максим максимилиан изяславович немчинский преподавание очень часто идет на территории большого московского цирка да и на этот факультет поступают не только люди связаны с цирками есть люди далекие от цирка но потенциальные будущие режиссеры и так примеров там удачных я могу привести несколько то есть тех людей которые не проходили там цирковую школу а в дальнейшем были цирковыми хорошими режиссерами их ни один не один десяток то есть здесь надо любить здесь надо любить цирк здесь надо желать в нем быть и слава богу что этот факультет существует точно так же есть цирковое училище имени румянцева карандаша которые находятся в москве это образование которое в результате студенты получают средне специально с выпуском уже как готовые артисты и дальше они поступают на работу там в один из в одну из центральных цирковых компаний то есть эта индустрия слава богу работает но она является не основной там 50 процентов наполняемости современного цирка это все еще остается семейственность династийность когда действительно мы сами поставляем собственные кадры у меня уже трое детей я уверен все все втрое будут в ближайшее время работать работать в цирке у моего брата дети вот и остается ну не лазейка остается прямой ход попадания в цирк и людей которые хотят быть это и бывшие спортсмены к нам приходят и просто просто энтузиасты которые влюбляются в цирк и хотят я на регулярной основе получаю с братом письма из различного различных источников соцсети или просто в руки приносит где люди говорят я мечтаю работать в цирке ветеринаром служащим по ходу за животными я хочу быть жонглером акробатом берите пользуйтесь но при этом вы не ходите как художественный руководитель драматического театра допустим на выпуск как они ходят театральные вузы смотрят выпускников и там актеров для своей труппы допустим эта практика есть но я нет на выпуск циркового училища я хожу уже лет пять подряд да и являюсь членом комиссии и уже по окончании выпуска предлагаю работу студентам и несколько студентов стали штатными сотрудниками нашего цирка нет здесь я понимаю что если я буду пропускать это это будет просто-напросто моей ошибки вот и все плюс ну где-то я осознаю что это является и стимулом для них в дальнейшем когда они сразу понимают что вот в комиссии сидит максим никулин там дмитрий иванов директор компании росгустерка эдгард запашный это и нервотрепка для них и большая ответственность для них и они понимают степень солидности происходящего то есть уже на несколько лет вперед они осознают что наступит день x когда им придется выступить сразу вот перед такой солидной аудитории да но при этом сами вы не готовы пока тратить себя на преподавание в том числе а вот прям вот вот заниматься с ребятами не то чтобы не готов у меня просто физически сейчас времени не хватит просто физически я вам честно могу сказать вот мои мои дети там стефания глория дочки приходят 1 6 2 4 и занимаются и не всегда занимаюсь ними я непосредственно потому что времени нету беру хороших тренеров которым я доверяю как с которыми сам бы с удовольствием занимался если бы ребенком и просто контролирую контролирую процесс контролирую финальный финальный результат к чему они придут много на себя взвалил и есть наверное более 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 глобальные вопросы проекты или решения которые нужно брать на себя чем там воспитание одного-двух учеников надо создать условия для того чтобы эти ученики в дальнейшем в дальнейшем понимали куда они попали чтобы их жизнь была комфортной это и финансовые условия и вообще перспектива цирка что он сможет дальнейшем уехать и за рубеж где-то поработать на каком-нибудь цирковом фестивале стрельнуть представить нашу страну вот это наверное задача директора мы кстати еще не сказали под финал это важно про про удивительную инициативу про фестиваль идол целиком ваша история международный фестиваль проходит раз год москве фестивальное движение во всем мире ну имеет большие традиции и вот уже на протяжении там больше сорока лет в монте-карло прямо сейчас идет международный цирковой фестиваль который считается фестивалем номер один и меня всегда удивлял момент что мы молимся на все иностранное что мы признаем все что происходит там за рубежом и не пытаемся создавать альтернативу что для нас кока-кола макдональдс там и заправка бипи являются верхом там эталона и все если мы будем что-то делать мы сделаем обязательно плохо я с этим категорически не согласен поэтому когда у меня появилась возможность я стал директором большого московского цирка одна из первых моих инициатив было что мы будем строить свой фестиваль мы будем делать московский цирк престижной площадкой мы будем делать все для того чтобы артисты сказали мы хотим не только в монте-карло мы хотим в москву мы знаем где это мы знаем что там будет круто солидно и все по-настоящему и вот на протяжении пяти лет мы вывели наш фестиваль в топ-3 фестивале мира мы действительно уже на банкете вот нашего фестиваля сентябрьского слышал от четырех ведущих директоров что мы по многим показателям уже даем форум монте-карло и по условиям и по контрактам и по степени солидности тех артистов которые к нам приехали в этом году и это хорошо то есть за пять лет мы действительно выходим на серьезный уровень я убежден что там ближайшие десять лет москва и наш фестиваль может стать столицей циркового движения и этом и это я не с иронией говорю а я говорю это действительно со степенью солидности потому что есть фестиваль чайковского до который имеет громкое имя такой в мире классической музыки и цирковой фестиваль идол тоже стал должен узнаваемым стать в мире должен быть востребован на телевидении мы уже имеем контракт с телеканалом звезда который транслирует нас уже четвертый год подряд и я убежден что вот эта тенденция хорошая тенденция она будет развиваться и можно тогда выйти с инициативы у нас был год кино год литература почему не быть годы цирка я убежден что и как только мы объявим что у нас год цирка это такой смех в интернете появится волков бояться поэтому я уже заранее предвкушаю что в такой интерпретации подавать нельзя а вот год циркового искусства уже звучит гораздо по-другому это вопрос стилистики я понимаю я понимаю что сейчас настало время хейтеров которые в интернете имея возможность все равно оскорбят и испоганят любое даже самое хорошее действие все равно я не создадут видимость что это плохо но конечно это было бы большим достижением всего циркового искусства если бы хоть раз мы прорвались на тот уровень что президент нашей страны скажет а давайте сделаем год циркового искусства это было бы верхом верхом успеха российского цирка мне кажется что вас столько энергии вы столько сделали за короткий срок вот то что намечали что вот то что в на сферу сейчас вот мы кинули эти идеи вы их озвучили мы доживем до их воплощение спасибо большое вы знаете мы очень сильно стараемся я очень приятно в очередной раз удивлен что есть такие люди как вы которые не стесняются так вот открыто признаваться в любви цирковому искусству приглашают уже не в первый раз меня к себе на эфиры поэтому большое вам спасибо и я надеюсь что те люди которые слышали нас сегодня задумаются над тем что мы с вами говорили сходят в цирк развеют свои стереотипы изменят свое мнение к нему а у нас сейчас что у нас не смеяна еще идет большом в большом московском цирке сейчас работает сказка не смеяна это очень красивая история с большим количеством красивых животных красивых молодых артистов мы с братом ближайшее время уезжаем на гастроли в тулу месяц поработаем там в сентябре месяце мы будем проводить 6 всемирный фестиваль циркового искусства идол я вас приглашаю на него приходите в качестве почетного гостя к нам вот так что наша жизнь кипит и мы много чего делаем завершая программу по связи с ее названием традиционный вопрос что дает вам чувство полета успех не одного дня успех того что либо я сделал либо кто-то сделал и это становится долгоиграющей историей можно можно провести какую-то акцию и она сегодня будет удачной а на следующий год она не имеет никаких перспектив поэтому когда я вижу вот такие фестивали например как спаская башня как я просто замкну свой ответ сейчас в область культуры я отметаю семью я отметаю сейчас там основную работу там или еще что-то там мою семейную жизнь говорю в рамках культуры вот я очень искренне радуюсь успеху других людей и когда вижу что там никита сергеевич михалков продюсировал про фильм легенда потом спродюсировал фильм движение вверх я понимаю что значит и и следующий фильм будет не менее шикарный я радуюсь этому уже заранее я начинаю крыляции и верить собственные силы что мы можем я становлюсь в это слово это время словами мы мы русские мы это можем я начинаю верить в то что мне надо более активно пробивать собственные проекты потому что я тоже отвечаю за качество точно так же как отвечает за это михалков там здоровая с бандерчуком я понимаю что я жму великому режиссеру который там в силу своего молодого возраста уже наснимал кучу фильмов я до сих пор с трепетом общаюсь с безруковым и вроде на ты и вроде он мне брата братка там по плечу ударит обнимет а я понимаю с каким солидным человеком я общаюсь что любой его спектакль это большой пример для меня вот это все мне дает полет вот это все заставляет меня двигаться наверх и вперед прекрасно сегодня в эфире радио 1 в программе полеты во сне и наяву снармин у нас гостях был директор большого московского цирка народный артист россии эдгард запашный полеты во сне и наяву снармин